Новая фаворитка короля и тараканье бега в Киеве. Что говорят эксперты о недоотставке Залужного? Несостоявшаяся отставка главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного продолжает будоражить информационное пространство. Мало кто верит, что история с увольнением главкома ВСУ всего лишь слухи, а между политическим и военным командованием Украины царят мир и согласие. Поэтому главный вопрос, который стоит на повестке дня, сможет ли президент Владимир Зеленский довести дело до конца и выбить с шахматной доски столь сильную фигуру, как Залужный? Или же в тараканье бега вмешаются западные арбитры? Но в таком случае кому позволят добежать до финиша, а кого в скором времени спишут со счетов? Новая фаворитка короля нервирует супругу монарха. История с возможной отставкой главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного показывает политическую слабость президента страны Владимира Зеленского и его неспособность избавиться от неугодного конкурента без разрешения западных кураторов. Такое мнение выразил в беседе Стас, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Сам Залужный безумно раздражает Зеленского, как новая фаворитка короля нервирует своим существованием официальную супругу монарха. История с попыткой его отставки – лишь способ решить три проблемы одним махом и повесить ответственность за сбитый Ил-76 пленами на Залужного и избавиться от политического конкурента и перенаправить на него же все нарастающий коррупционный скандал, сказал Мирошник. При этом, по его словам, у Зеленского не хватило политической самостоятельности, чтобы избавиться от Залужного. Почему Зеленский не рубанул с плеча? Просто потому, что у фаворитки есть связи с кардиналом. По военной линии внешнего взаимодействия ни американский коллега, ни британский явного недовольства Залужным не высказывали. А, соответственно, они могут за него вступиться и поставить какие-то позиции помощи в прямую зависимость от сохранения Залужного на своей позиции. Потому Зеленский, насколько видно из инсайдов, попытался дожать Залужного до заявления по собственному желанию. Но похоже, что не вышло, и стороны готовятся к новым стычкам. Каждый побежал жаловаться кураторам по своей ветке, отметил дипломат. Мирошник добавил, что, несмотря на ряд провалов, Запад считает Залужного перспективной политической фигурой. Ответственность за провал контрнаступа официально лежит на нем, так как и запросы на технику, и боеприпасы западникам исходили от него. И противостоять политической погоне Зеленского за символами он тоже не смог. Но из океана явно намекнули на политическую перспективу Залужного. И в украинском политическом бомонде забурлило. Игроки начали группироваться по разным лагерям, пытаясь угадать, какая лошадь выигрышная. И то, что Зеленский не смог снести Залужного за закрытыми дверями, лишь подчеркивает его политическую слабость и зависимость. А значит, политические тараканьи бега в Киеве продолжатся, кромсая псевдомонолитное украинское политическое пространство, заключил Мирошник. Залужный – сильный лидер, но США нужен мясник. Отставка главнокомандующего вооруженными силами Украины не будет неожиданностью, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский создал тоталитарный режим. Такое мнение в беседе с известиями высказал политолог и бывший журналист американского издания «The New York Times» Джон Варолли. Зеленский – тиран и диктатор. Он создал тоталитарный режим, и все это было совершенно ожидаемо, никаких сомнений. Генерал Залужный покушался на власть Зеленского, он почти стал новым кандидатом в президенты. И это не понравилось Зеленскому, ведь он хочет тотального контроля. Он хочет получить всю силу, всю власть и все деньги Запада. Все эти миллионы долларов он хочет владеть ими, сказал политолог. Он также обратил внимание на то, что Залужный является сильным лидером. «Залужный – это без сомнения не просто генерал, это сильный лидер. В принципе, все генералы должны быть сильными лидерами, это нормально», – отметил Варолли. По его мнению, США хотели бы видеть на месте главкома ВСУ главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Что касается Буданова, он как раз настоящий мясник, да еще и желаемый мясник. Он очень опасный, очень непредсказуемый. Он использует терроризм в качестве оружия ради цели. И это как раз те качества, которые хочет видеть западное правительство. «Белый дом, конечно, хочет видеть эти качества в главнокомандующем ВСУ. Так что Буданов – это настоящее оружие США, которое будет своим насилием достигать их же цели и цели ВСУ», – сказал Варолли. Он также обратил внимание на то, что стало заметно нежелание украинского народа участвовать в конфликте. «Знаете, я знаком со многими украинцами, и все они понимают, что их просто используют как марионеток для атак на Россию. Они осознают эту реальность, и это очень горькая реальность. Они видят разрушение собственной родины», – поделился Варолли. Он также отметил, что украинцы видят, как жители США, Великобритании и других западных стран становятся богаче и здоровее, «пока они платят за этот вооруженный конфликт своими жизнями». Украина – это безуспешное государство, полностью погрязшее в коррупции, насилии и беззаконии. И поэтому никто не понимает, что там происходит на самом деле, что происходит в Киеве. Белый дом постоянно посылает туда специальные военные группы, тонны оружия, миллионы и миллионы долларов, но они не понимают, что там происходит. Они не понимают, куда уходят их деньги и оружие. «Киев – это черная дыра, Украина – это цирк, а им управляет настоящий клоун. И этим все сказано», – резюмировал Варолли. Срежиссированный переворот или Майдан в верхах Ситуация вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного – это отражение борьбы в Украине, США и Великобритании. Ее исходом может быть срежиссированный и скоротечный военный переворот, заявил РИА Новости ведущий эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. Все лучше вырисовываются очертания конфликта. Зеленский хочет убрать Залужного тем или иным способом, но тот не хочет уходить. На деле мы видим противостояние США и Великобритании. В одну из группировок входят экс-президент Украины Петр Порошенко, Залужный, и они контролируются штатами. А в другую Зеленский, главное управление разведки, с его главой Кириллом Будановым, они контролируются Лондоном и британской разведкой, сказал Дудчак. Он добавил, что, вероятно, Залужный еще надолго останется на своем месте, поскольку в противостоянии англосаксов друг с другом силы пока на стороне США. Но возможен и иной исход, отметил эксперт. Если военный переворот и будет, то он будет срежиссирован и подан населению как борьба за справедливость. И этот Майдан будет скоротечным. Просто переставит верхушки для повышения эффективности киевского режима, заключил Дудчак. Эксперт пояснил, что в отношении России и Лондон, и Вашингтон имеют много общего, но у них есть ряд противоречий, в первую очередь по развитию украинских территорий. Лондон хочет продолжения конфликта, Вашингтон его заморозки, чтобы успеть разогнать свой военно-промышленный комплекс и начать использовать те земли, что подконтрольны Киеву, резюмировал Дудчак. Сигнал Зеленскому от Запада. Покровители недовольны. Конкуренция между главкомом ВСУ Валерием Залужным и Владимиром Зеленским контролируются Западом. И вброс об отставке, скорее всего, был организован для того, чтобы показать Зеленскому его бессилие. Об этом в интервью газете «Взгляд» сказал украинский политолог Владимир Скачко. Шумиха с отставкой Залужного – однозначный сигнал Зеленскому со стороны западных стран о том, что покровители недовольны украинским руководством. Вот они и организовали вброс, чтобы показать, Зеленский не в силах даже уволить своего главного конкурента. Что может быть лучшим предупреждением, чем демонстрация недееспособности, сказал политолог. По словам Скачко, в стране, где нет ресурсов для принятия самостоятельных решений, все шаги согласовываются с внешними кураторами. Так что мы видим очередную часть политических игр из Запада, для которого Зеленский и Залужный, по сути, равнозначны. То есть все находится под непрерывным контролем, и каждое действие направлено на попытку достичь собственных целей, заключил собеседник. Поворотный момент в украинском конфликте. Британский политолог, сотрудник Объединенного Королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Марк Галиотти, считает, что история с Залужным – это не просто слухи, распространяемые СМИ и соцсетями. Между Зеленским и главкомом ВСУ явно сохраняется напряжение, и это плохая новость для Украины. В своей статье, опубликованной в издании The Spectator, Галиотти пишет, что информация о планах Киева уволить Залужного вызвала недоумение у западных дипломатов. «Вчера вечером высокопоставленный европейский дипломат, занимающийся вопросами Украины, в ужасе и недоумении написал мне, что их посольство в Киеве получило информацию о военных перестановках. Сегодня утром ему сообщили, что банковая, похоже, пришла в себя. О чем они думали, пишет Галиотти». По мнению политолога, Зеленский мог отказаться от плана заменить Залужного, увидев, что реакция на такое решение может оказаться крайне негативной. Галиотти также отмечает, что совершенно незаменимых людей нет. И тем не менее, на данный момент предполагаемые претенденты на место Залужного не кажутся фигурами такого же масштаба. Так, командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский не имеет такого же авторитета среди военных, как Залужный. У главы главного управления разведки Кирилла Буданова нет опыта управления крупномасштабными операциями. Как бы там ни было, напряженность в отношениях Зеленского и Залужного представляется не только реальной, но и серьезно дестабилизирующей политическую обстановку, заключает политолог. О том, что Зеленский рассматривает кандидатуры Буданова и Сырского на место главкома ВСУ, сообщила газета The Times. По информации ее источников, оба кандидата отказались занять этот пост. The Times также сообщила, что Зеленский не стал увольнять Залужного из-за давления из-за рубежа. Об отказе Буданова занять должность главнокомандующего сообщил и британский журнал The Economist со ссылкой на источники. По данным издания, кроме Буданова на место главкома ВСУ также рассматривался Сырский. The Economist также отмечает, что увольнение Залужного ознаменовало бы поворотный момент в украинском конфликте. Фамилии Буданова и Сырского прозвучали и в материале издания Financial Times, которое также ссылается на источники. Издание отмечает, что это возможные кандидаты на смену Залужному. Financial Times также прогнозирует рост недовольства как в военных кругах, так в гражданском обществе, если отставка Залужного подтвердится. Как известно, главком ВСУ пользуется популярностью в украинском обществе. Это также вызовет недовольство на Западе, особенно среди западных военных, которые имеют тесные связи с Залужным. По данным издания, Зеленский учитывает все эти факторы, поэтому пока откладывает увольнение главкома. Однако рано или поздно президент Украины все же отправит Залужного в отставку. Для этого будет выбран критический момент конфликта.